В этом видеоуроке мы рассмотрим, как повысить эффективность тренировки, как сделать ее более комплексной. Разберем новые виды упражнений и сделаем акцент на то, как повысить чувство мяча, чувство движения и на самом деле повысить контроль своего тела. В боксе есть такие упражнения, как бой с тенью, которые позволяют боксеру, бойцу в имитации определить и почувствовать и отработать все свои комбинации. В теннисе тоже есть такие упражнения, их часто используют, в советское время использовали, назывались они имитация. Они позволяют как раз проработать и передвижение, и чувство мяча, и чувство тела. Самое простое упражнение в имитации, это необходимо просто встать перед столом, можно сказать, на вытянутой руке, занять исходную позицию и без мяча, мяч нам не нужен, сделать движение, такое же, как мы делаем при игре ток спина справа. Можно выполнять движение, как жестко стоять, можно перемещаться. То есть мы можем делать справа, слева. Первое упражнение в имитации, это играть треугольник право-лево, но без мяча. Получается, наша задача убрать все зажимы, которые возникают у нас в теле, когда мы играем с мячом, когда мы напрягаем плечо, неправильствуем ногами. Наше внимание максимально четко, максимально красиво делать упражнения, делать движения. Внимание мы свое фокусируем на том, как мы делаем в каждом моменте времени. Особенно внимание необходимо уделять на первую фазу и на последнюю. Как мы начинаем, как мы заканчиваем. Как мы начинаем, как мы заканчиваем. Можно делать упражнение, как на скорости, например, 30 секунд. Вот упражнение имитации треугольника право-лево. Можно делать, наоборот, на ощущения. Вариантом может быть то, что мы делаем упражнение закрывая глаза. То есть здесь еще важный аспект, мы должны сосредоточиться на ощущениях, которые возникают в теле. И посмотрите, как у нас работают наши мышцы. Потому что часто бывает, во время игры мы просто играем и не понимаем, какое же реальное у нас движение справа или слева. Имитация хорошо подходит для того, чтобы тренировать передвижение у стола. Как раз, если ноги у нас стоят или плохо работают во время игры, мы можем двигаться у стола, выметаться и тренировать передвижение. Это в треугольнике, фронтальное перемещение, либо играем, например, только право-право и делаем передвижение близко-далеко. 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 Тоже можно делать упражнение на скорости, но в имитации больше внимания все-таки уделить как раз технике выполнения. В первой и последней фазе. То же самое слева, когда мы играем близко-далеко. Близко-далеко. Можно добавить не только удары с верхним вращением, добавить подрезку. Подрезка близко-далеко. Близко-далеко. Аналогично справа. Раз-два. Раз-два. Можно также сделать свои комбинации, например, использовать как подрезку, а потом делать ток-спин. Уже по ходу тренируйте то, что у вас отстает от развития, какие элементы более, менее прокачаны у вас. И тренируйте. В общем, резюмируя сегодняшний урок, я бы отметил, что, во-первых, имитация, отличное упражнение для разогрева, для того, чтобы почувствовать свое тело, почувствовать движение без мяча, сделать внимание на правильности и технике выполнения. Также отлично подходит для тренировки перемещения у стола, чтобы мы могли краться, научиться правильно передвигаться, правильно выходить на мяч уже во время игры. Когда время думать у нас нет. Если видео было полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Иван Жданов. Всем пока. Продолжение следует...